Я вам буду, в общем-то, такое, чем угодно говорить, сколько угодно долго, но в целом хочу вам рассказать о том, я уже начал говорить сегодня, как устроен наш мир и что вы видите, когда смотрите вокруг света. Ну, кажется, что вы понимаете, что вы видите, на самом деле, наверное, не можете. Ну, первое, первое ваше осознание вас в вашем мире, в пространстве, в котором мы с вами находимся, и первые слова, которые вам, наверное, говорили о том пространстве, в котором вас окружают, совершенно тридиальные, естественные слова о том, что это пространство трехмерного. Это естественность в ваших наблюдениях, в вашего опыта, не только вашего, а всего человеческого. Шестой вопрос, откуда вы не знаете, что пространство трехмерное? Или можете ли вы доказать, что пространство трехмерное? Или совсем физически, можете ли вы придумать прибор такой, чтобы вы нажали на кнопку, и прибор произвел измерение, и выдал бы вам, сейчас я тебе все это говорила. И выдал бы вам число, скажем, 3,0,0,1, или 2,9,9,7, или 15,5, или еще что-то. Есть уже и 9,5. Пространство трехмерного газа и измерить его теплоемость. Совершенно верно. Замечательная идея. И, пожалуй, это единственный способ измерить число измерений в нашем пространстве. Вот я уже даже немножко огорелся. Число степеней свободы. Вот коллега предложил на самом деле измерить теплоемость идеального газа, то есть число степеней свободы. Число степеней свободы. Иногда говорят так. Это три числа достаточно для того, чтобы описать координат или положение какой-нибудь материальной точки пространства. Откуда вы знаете, что для описания положения любой материальной точки всегда вам будет достаточно идентичного числа. Потому что если у вас на шахматной доске, вам достаточно идентичного числа, правда? А потом вдруг в пространстве оказывается трех, а может быть в каком-то эксперименте между четыре, пять и трех. Так вот, идеальный газ совершенно независимо от нашего сознания, от наших координат, нам выдаст число. Это число тройка. Но этот идеальный газ, который вы поставили в определенную слою, у него определенная температура, определенная энергия, скорость. Ну, а те уже, кто знает основы квантовой механики, у этих чистится определенная длина волны и так далее. Наверное, вы помните, что у идеального газа, скажем, ни одноатомного, при увеличении температуры проявляются новые степени свободы, так называемые внутренние степени свободы. При дальнейшем увеличении температуры этот газ становится одноатомным. У него еще больше степени свободы, поскольку больше молекул возникает. Дальше, еще больше нагреваете этот газ, он превращается в плазму, чтобы быть еще больше степени свободы. Нагреваете плазму, настолько, что ядра, например, разваливаются на отдельные частицы протонного метрона. Потом, допустим, вот это вещество нагреваете настолько, вот насколько оно будет нагрето, например, в большом отводном карате, при столкновении пучков, стоящих из тяжелых трубок, там при столкновении и ионов, эти протоны и нейтроны, составляющие ядро, уже нагреются настолько, что там будут не отдельные протоны и нейтроны, а так называемые квартонная плазма. То есть отдельно кварки и плюсные, которые склеивают эти кварки. Дальше будем увеличивать энергию, еще больше, то есть температуру, еще больше, еще больше. И где препятствия, или где, так сказать, критерии того, что для всех этих состояний, при сколь угодно высокой температуре, то есть при сколь угодно высокой энергии всех частиц, их количество степеней свободы материальной точки будет по-прежнему равным. Совершенно необязательно. Далее посмотрим не отглубь, а наоборот в шире. Вокруг нас вот этот огромный мир, действительно для описания звезд, галактик, достаточно трех чисел для описания их положения в пространстве. Но дальше, если смотреть еще дальше, оказывается, что в этом огромном мире, кроме положения точек, эти точки находятся в так называемых, специально так называемых, потому что все это называют, и никто не понимает, что это такое, в так называемых гравитационных поверхностях. То есть то пространство, в котором эти материальные точки, которые мы с вами изучаем, существуют, настолько сложно и настолько нетридиально и локально, и глобально, и даже его топология, просто его какие-то свойства, именно топология, то есть структура этого пространства совершенно может быть сколько угодно сложно. Ну, мы прекрасно, наверное, осведомлены, и, наверное, лучше меня даже, поскольку в интернете постоянно находятся во всяких черных дырах, маленьких черных дырах, больших черных дырах, сверхбольших, там в центрах галактики и так далее. Я буду черных дырах, и это логическая церковь, мы можем рассказать. Так вот оказывается, что для разумного описания таких сложных систем уже недостаточно тех самых трех чисел для описания положения точки, потому что точки могут находиться в различных состояниях в данном точке пространства, потому что может быть совершенно разным гравитационным. существуют общие теоремы, которые утверждают, что произвольное гравитационное поле, то есть совершенно произвольное наше, яркое трехмерное пространство, можно вложить, сейчас пользоваться некоторыми тематическими термиями, которые вам не понятны, ну, просто так, даже не важно, не буду их объяснять, какие-то элементы поймете, а просто слова услышать уже достаточно. Не менее чем в десятимерное пространство. Значит, в действительности для описания нашего глобального космологического, а вот этого вот совершенно произвольной гравитации, распределенной в нашем пространстве, все эти свойства можно вложить в десятимерное пространство. В четвертой мерное пространство может быть еще одно проявление. Значит, вот с точки зрения космологии количество пространственных измерений может оказаться равным девяти. Возможно, но это уже только гипотеза, что и при очень высоких энергиях, то есть на очень маленьких расстояниях, свойства нашего пространства, даже в смысле размерности, изменятся настолько, что там тоже можно будет увидеть в кавычках, если бы у нас наш глаз воспринимал время волн такие маленькие, какие маленькие, я скажу, немножко попозже, то мы бы видели не трехмерное пространство, а, наверное, девятимерное, скорее всего, девятимерное пространство. Вот эта цифра 9, которая возникла в физике лет 30 назад, сначала у крупных альтиматиков вызывала такое отторжение. Не может быть, чтобы физика выдала некоторое число, которое является, ну, так скажем, не результатом каких-то сложных вычислений, а вот такое число вроде трехмерности нашего пространства. Вот мы видим трехмерные, можем предположить четырехмерные, пятимерные и так далее, а вот цифра 9, которая возникает, она как бы универсальная, независимо от того, что мы видим вокруг себя. Как в физике 30 лет назад возникло вот это представление о 9-мерном пространстве. Тут математики сначала отнеслись к этому скептически, а потом, когда они поняли, вот то, что я вам просто сейчас объяснил, что произвольное пространство можно было быть только 9-мерное, ну, как бы убедились в том, что да, действительно, наверное, да, может быть, да. Ну, а теперь несколько, немножечко поговорю о числах. Я говорил уже об окружающей нас Вселенной. Мы видим, ну, и вы видите, на самом деле, если посмотрите вокруг себя, ну, правда, для того, чтобы подробно рассмотреть, нужны конфигуры всякие, вроде тебе 100, по факту и так далее, мы видим пространство, имеющее примерно вот такой вот радиус 10, 26, пояснений нет. Ну, иногда говорят, да, вот с помощью самых сокременных оптических или там таких и других приборов человек заглянул вглубь Вселенной вот на такое вот расстояние. Большое расстояние. Ну, а если эти приборы станут еще более сильными, сможем заглянуть еще дальше, там 10, 28, 10, 30 и так далее. Ну, к сожалению или к счастью, нет. Оказывается, что мы заглянули и мы видим вокруг себя практически все пространство. Вот когда я был в вашем возрасте, это было уже очень давно, там, 40, лишним лет назад, все, кто мне, скажем, объяснял о том, как устроен наш мир, говорили, что наше пространство бесконечно, ну, и далее там много их свойств, которые я тоже буду использовать. Ну, вот этот термин бесконечности пространства и времени доминировал в представлении людей, ну, достаточно грамотных людей. Понимаете, если там средневековое общество предполагало, естественно, конечность нашего пространства вполне ограничить поверхность Земли и так далее, то потом мозг, как и ум человеческий, вырвался за пределы земного притяжения, Вселенная бесконечна, количество миров у Вселенной бесконечно, ну, возникают некоторые проблемы, вроде того, что освещенность просто неба должна быть тогда бесконечно большой и так далее, но эти проблемы по-всякому решались, но всяко хотелось иметь бесконечное количество миров вокруг Вселенной. Так вот, подчеркиваю, нет, не бесконечно. Ну, первым, кто сообразил, что у Вселенной есть начало, это был выпускник физического факультета, окончил аспирантуру даже физического факультета, Георгий Ганнов. Он в середине 20 века предположил, по некоторым своим соображениям, что Вселенная возникла, причем возникла примерно там 5-6 миллиардов лет назад. Но потом оказалось, что эта цифра должна быть увеличена в несколько раз. На сегодняшний день абсолютно уверенно в том, что Вселенная возникла примерно 15-20, но я лично считаю, что больше, там, порядка 30 миллиардов лет назад. Но все равно был тот момент времени, когда окружающие нас Вселенная возникла. Это признаков этого огромное количество. Некоторые из них нам сегодня назову. Так вот, если Вселенная возникла, скажем, 15 миллиардов лет назад, и, ну, из точки, по-видимому, она возникла, и расширялась со скоростью света, то ее размер сегодня как раз вот такой, 10-26 степени. Таким образом, увидев на расстоянии, что-то на расстоянии 10-26 степени метров, мы увидели всю нашу Вселенную. Это первое. Второе. Тот же самый Гаммон, когда предложил вот эту идею большого срыва, так называемого, сейчас так называют большой срыв, идею такого горячего происхождения Вселенной, он же предсказал, что вокруг нас должно существовать очень холодное радиоизлучение, ну, его нельзя даже назвать радиоизлучением. Излучение, ну, так скажем, свет с температурой абсолютно черного тела, соответствующего, 9,7 градуса Геи. На это предсказание Гаммон сначала не обратили никакого внимания, потом те физики, которые занимались радиотелескопами, очень долго пытались избавиться от помех, которые препятствовали радиоспектроскопии окружающей Вселенной. Помехи были как раз на длине волны, соответствующей температуре, 2,7 градуса. Ну, процедура избавления от помех настолько интересна, она описана в литературе, я не могу этого не повторить, каждый раз об этом рассказываю. Вот этот первый радиотелескоп, в котором эти помехи были очень существенны, он представлял себе вид огромного металлического короба. В этом коробе завелись голуби, которые, естественно, там гадили, и возникал на поверхности, металлической поверхности этого короба, некоторый дилектрический слой, который мешал воспринимать исключение давления калактики. От этого дилектрического слоя можно избавляться. Ну, поскольку охрана природы на Западе особенно развита, даже насильно, голуби этих не отроили, не отстреляли, их просто поймали, вверху посадили, далеко увезли. Слой этот счистили, но самое смешное, что шум помехи остались. Ну, голуби, правда, скоро вернулись и продолжали на свое дело. Оказалось, что они идут совершенно не причем. И что те самые помехи, в которых пытались избавиться, это на самом деле так называемое элиптовое излучение, которое пронизывает всех нас, в каждом кубическом сантиметре, окружающем нас, примерно 400 подонок вот этого самого элиптового излучения, которое и есть тот свет, который испускало вещество, если мотать большого взрыва, там, это верно, примерно через 300 тысяч лет после возникновения Вселенной. Вот через 300 тысяч лет после первого момента, когда возникла Вселенная, она была страшно горячая. Она была настолько горячая, что там были частицы, поля в абсолютном термодинамическом равновесии. Ну, все, наверное, вы представляете принцип равного распределения энергии по степеням свободы, да? Термодинамик это статистическая физика, все на этом основе. Отсюда возникает распределение Максвул и все остальное, что связано с термодинамикой. Если есть возможность существования разных возбуждений с определенной энергией, то при данной температуре вероятность этих состояний будет абсолютно одинаковая. Все они будут абсолютно равноправны. Так вот перед всех высоких энергий в первый момент существования Вселенной вообще все было равноправно. Вот вероятность существования, скажем, паровоза или одного фотона была абсолютно одинаковая. В этом суде варилось все и свет постоянно превращался в частицы, частицы превращались в свет. А в какой-то момент, примерно, да, несколько сотен тысяч лет после возникновения Вселенной, при расширении Вселенной, дело в том, что плотность вещества и плотность электромагнитного поля меняется по-разному. И в какой-то момент плотность электромагнитного поля стала достаточно маленькой для того, чтобы уже это поле не порождало элементарную число. Ну, слабым стал это момент, кавычки, как и слабым, уже не врождались элементарные число. То есть, как говорят, вещество отделилось от поля. И поле дальше, вот это, реликтовое, стало существовать независимо. Этот момент физики для красоты просто описывает как момент прозрачности Вселенной. Вот из этого момента Вселенная стала прозрачной. До этого все вот эти фотоны, которые мы теперь видим только как эриктовые, которые прилетают миллиарды километров и миллиарды световых лет ни с чем не про взаимодействовав, а до этого времени они постоянно порождали электромпозиционные пары, а потом эти пары и вернулись в свет. То есть, Вселенная 300, через 300 тысяч лет после своего рождения стала прозрачной, а до этого она была непрозрачной. Так что мы видим на этом расстоянии? Мы дошли просто до пределов прозрачности Вселенной. Если бы мы даже умысленно пытались заглянуть за вот эту границу, то есть, заглянуть дальше, ближе, чем 300 тысяч лет к моменту возникновения Вселенной, а что же было там? Мы там все равно ничего не увидим. Там вот этот абсолютно непрозрачный сук из элементарных частиц, полей, которые идут в другом взаимодействии. То есть, туда не подобраться, с этой стороны не подобраться. А как это надо подбираться? А совершенно с другой стороны. Для этого и строится, скажем, большой, огромный коллайдер, и все будущие ускорители, линейные ускорители, которые наверняка вот тоже скоро строятся, они нужны именно для того, чтобы подобраться к тому, что было в нашей Вселенной, в течение времени не меньшего, чем несколько сотен тысяч лет с момента ее возникновения. А все, что было после этого, в принципе, можем не видеть. Вот в этом интервале расстоянии мы и видим то, что там есть. Ну, я к тому, что мы видим, когда смотрим вокруг Вселенной. Хотя в действительности в нашей Вселенной не просто во много раз больше, чем то, что мы видим. Ну, то есть, на кратике, для его сегмента, особенно понятно, нарисую так называемую диаграммы пространства времени Минковского. Если мы вертикально отложим время, мы можем просто на скорость света для того, чтобы измерять вертикальную координату в тех же единицах, что и горизонтальная снае, отложу три пространственные измерения, x, y, z. Вот такое чрезвычайное пространство Минковского. Кстати, этому пространству времени это идея пространства времени исполнилось в прошлом году сто лет. Минковский в 1909 году опубликовал первую работу, где идея Эйнштейна о преобразовании Лоренца превратил в представление математическое Минковского математика в абсолютно математическое понятие пространства. Ну, понимаете, невозможно объединить в одно пространство три метрических величины и одно измеряемое в секунду. А, потому что как появилось возможность эту букву сюда приписать скорость это что-то время стало измеряться в метрах или 12 стало измеряться в секунду. В действительности мы сейчас длину постоять измеряем в секунду. Ну, не мы, а в системе СИН временем измеряется временем прохождения света измеряется вредно. Так вот, в этом пространстве ну, скажем, если какая-то светящаяся точка испускает свет этот свет со скоростью С распространяется вот таким вот образом по некоторой гиперповерхности которая есть название светового конуса. Ну, это просто вот если вспыхивает свет этот свет в нашем пространстве в виде сверической поверхности расширяется со скоростью света. Вот на этой диаграмме это нарисовано вот таким вот образом в виде конуса. Ну, а теперь давайте посмотрим на себя. Вот мы находимся вот здесь вот. Что же мы видим? В наш глаз попадают фотоны, которые испускались в те моменты времени и в те точки пространства, которые находятся на поверхности вот этого, так называемого, конуса прошлого. То есть, посмотрев вокруг себя, мы в действительности видим вот этот конус. Не пространство, не время, а пространственно-временной световой конус. И только события, которые происходят вот в этих точках, на поверхности этого конуса, в данный момент воспринимаются нашим глазом. Те же события, которые происходят в этой точке пространства времени, вот в этой точке пространства времени, нашим глазом вообще не воспринимаются. Ну, это речь идет о таком идеальном наблюдателе, который находится в пространстве времени, в котором нет тех самых искажений, гравитационных искажений, о которых я вам тут уже немножечко... Вот я вам уже сказал в начале, что я в основном занимаюсь гравитацией, но тут же поправился, что я занимаюсь гравитацией, такой, в которой гравитации как-то какого-нибудь нет. То есть свойства нашего пространства, пространства времени, в общем, это очень неприяльный такой, можно даже сказать, философский вопрос. Еще в начале 20-го века или к началу 20-го века стало понятно, что все ученые, мыслящие, думающие о свойствах окружающего нас мира, условно делятся на два класса. Один класс считает, что существует пространство, в котором движутся, взаимодействуют частицы, мы тогда не говорили элементарные частицы, просто что-то происходит в этом пространстве. А другой класс ученых утверждает, что пространство порождается материи, которая существует. Вот если бы мы мысленно убрали всю материю из нашего пространства времени, то ничего бы и не было. Ну и те и другие в чем-то правы. Если мы уберем все пространство, из нашего пространства и уберем всю материю, то вопрос, будет ли это пространство существовать? Очень интересный вопрос, правда? Потому что кто будет наблюдать за тем, существует это пространство или нет? Некому будет за этим наблюдать. Вот представьте себе, что во всем нашем пространстве времени существует только одна элементарная частица, ничего больше. И вот давайте изучать ее свойства в этом пространстве. А кто мы такие, чтобы изучать ее свойства в этом пространстве? Наши нет, но метрикаментарные частицы не отличаются. Так что и те и другие правы, и то, и другое является некоторым приближением. Поэтому, скорее всего, все физические процессы можно рассматривать, и процессы космологические, возникновения, существования Вселенной, и стоить с другой точки зрения. Ну, вот одна из них называется «махизм» с точки зрения Маха, 15-го Маха, а вторая, скорее, с точки зрения Эйнштейна, хотя он в своих работах часто бывал и махистом, и часто, так сказать, ну, вставал на одну и на другую точку зрения. Я сам воспитывался в советские времена, когда давлел теоретический материалист, так называемый, материя эпична, все остальное вторично, и мне в нос было вложено там, и до того, что материя порождает наше пространство. Ну, я до сих пор думаю действительно так, а в своей научной работе я занимаюсь совершенно противоположной вещью. Я занимаюсь изучением своих пространств, в которых никакой материи нет. Первым придумал изучать именно так, конкретно изучать, какое пространство, американский физик Нилун в 20-х годах, 20-го века, и до сих пор бытует такой термин «вселенная Нилуна». Ну, он в это пространство времени Милковского, о котором я здесь рассказывал, вложил не отдельные там какие-то частицы, о которых я говорил, а огромное количество, но не взаимодействующих гравитационных, не взаимодействующих частиц. То есть мысленно выключил гравитацию, делал ее приближенную маму, и дальше уже частицы как-то разлетались, как-то существовали, что-то такое из него происходило. То есть мир без гравитации. Ну, наверное, начиная изучать физику, вам всем говорили, что в Ньютоновской механике главным понятием является инерциальная система отсчета, которых на самом деле не существует, но это то приближение, без которого нельзя построить Ньютоновскую механику. Сначала мы говорим о существовании инерциальной системы отсчета, потом уже строим там второй закон Ньютонов, третий закон Ньютоновскую механику и так далее. И все, что мы дальше говорим, основано на понятии инерциальных систем отсчета. Это такое приближение, которое сработает замечательно, только если мы гравитацию абсолютно не причем уберем. Не будет никаких гравитирующих тел, тогда будет вот эта самая инерциальность. Так вот, в существующем сегодняшний день, на начало 21 века, модели нашей Вселенной все-таки победила точка зрения, в том, что наличие гравитации, наличие вещества в нашей Вселенной, это вещь вторичная. А первичным являются свойства пространства, такие как однородность, изотропность и одно еще, которое я уже сейчас добавил, что я вам об этом сказал, инерциальность. Ну, сначала однородность. Что такое однородность? Это отсутствие выделенного центра. Сначала в центре была Земля, потом у Копельника в центре стало Солнце, ну, а потом прояснилось, что Солнце это именно галактики, а галактика оказалась в 20 веке огромное количество на небе, какая жизнь им главная. И все галактики разбегаются от нашей, в действительности оказалось, что не от нашей, а все от каждой разбегаются, все они абсолютно одинаково друг от друга разбегаются. Центры Вселенной нет. Это однородность нашего пространства. Сложнее с однородностью времени. Пока Гамма не пришла в полу претерия о большом взрыве, о начале Вселенной, однородность времени была доблеющей. То есть время, оно течет, бесконечно долго, и все нормально. И приводит это, кстати, к закону сохранения энергии. Закон сохранения энергии очень точный закон. Значит, время действительно очень и очень однородно, но, тем не менее, Вселенная когда-то произошла. То есть только какие-то уже подводные камни действуют в этой однородности. Ну и, наконец, еще один момент. Изотропность Вселенной. Изотропность означает отсутствие определенного направления. Это выделенное направление. Не думайте, что физики просто так сидят, как теоретик смелый на нос, ручкой бумаги, столом и думает, а что такое вы придумаете? Когда я говорю, что Вселенная однородна, изотропна, огромное количество экспериментов, не представляете, какое, убеждает нас в том, что действительно так. Изотропность Вселенной ищут. Очень хочется найти тот экспериментатор, который первым найдет выделенное направление в нашей Вселенной, но ему гарантированное направление, поэтому поиск ждет очень-очень активный. Лет 20 назад уже находили, как сейчас помню, маленький такой вектор, куда-то направленный в своему созвездию Аль-Пелевития. Что значит маленький? С чем его самым? Понятно. Ну, в общем, слабую анизотропию. Ну, оказалось, это был подобный. Ну, надо было там кому-то печь, диссертацию написать, американцу, он обрабатывал астрономические наблюдения, ну, и не очень корректно, не очень честно это сделал, и он получил с маленькой анизотропией. Вот опять-таки, еще лет 40, наверное, назад, когда я бывал на конференциях и слушал, я тогда этим не занимался, просто слушал, я слышал очень много от астрофизиков о неоднородности, о том, что галактики распределены в скоплениях, а эти скопления распределены по некоторым поверхностям ячеек, ячейки эти имеют размер примерно 10-22 степени метра, как пустые ячейки, а вот по их поверхности расположены эти скопления галактики. Так вот, оказалось, что, да, действительно, до 10-22 степени метра есть неоднородности. Это звезды, планеты, галактики, скопления галактик, ячейки из скопления галактик. Но если мы посмотрим дальше, от 10-22 степени до вот этой 10-26, то, что телескоп Хаббл увидел, здесь оказывается однородность просто фантастическая. Ну, буквально, телескоп Хаббл проводил такие измерения. Некий угол, сферический угол, ну, 2 на 2 градуса примерно, площадочка рассматривалась на протяжении нескольких месяцев, и там было насчитано, и сейчас мы можем ошибиться, ну, скажем так, 11 тысяч галактик. Потом, через некоторое время, в другой области небо, точно такой же берется квадратик, там, опять-таки, считается количество галактик, ну, и с погрешностью, которое, ну, то же самое количество, где же 11 тысяч галактик, когда мы живем. То есть, по направлению и по расстояниям, да, вопрос. Мам, большой вопрос. Значит, расстояние, оно, ну, тоже время возможно, потому что какие-то качественные изменения, то есть, если я не привела это неоднородно сравнительно недавно. Да, сравнительно недавно, вот эта неоднородность, скорее всего, возникла через 300 тысяч лет после возникновения всех. Эти все вещи рассчитываются, они там неудачно и рассчитываются. Сравнительно недавно. В самый начальный момент Вселенная была абсолютно. А потом возникли кунтуации неоднородности, а когда эти кунтуации возникли, дальше... Нет, еще раз повторюсь, что на расстоянии все-таки больше 10-20 метров, вот если мы возьмем кубики, мы разобьем всю нашу вслед на кубики 10-20 метров степени метров, то количество частиц в каждом языке будет одинаково с точностью до функции распределения нормальной и ненормальной распределения. Ну, так же, понимаете? Да, но у нас же, наверное, же, то есть, нестание прошлого, настоящее. Обычно и настоящее. Ну, мы же видим, мы же видим от нуля. Конечно, мы же видим от нуля от нуля. В нашем кубике тоже все наоборот. Естественно. Хотя сильно неоднородно, но тем не менее, количество вещества в нашем кубике такое же, как и в тех кубиках, которые стоят от нас достаточно. Далее. Совершенно фантастический эксперимент. Ну, наверное, ты думаешь, что кто-то из вас мог опять в интернете об этом слышать. Удивительнейшие эксперименты были поставлены в самом конце 20-го века. Несколько лет группа спутников занималась изучением вот этого самого рептового изучения, а именно его распределения плотности излучения по направлению. И вот карта неба и все 4 и стеродиан, которые видим мы вокруг нашей Земли, на этой карте неба распределяли точками плотность излучения, которая получалась с разных сторон. Ну, конечно, на этой карте неба есть некая осметная плотность излучения, которая просто связана с движением Земли вместе с нашим с нашим Солнцем в Галактике и движение самой Галактики относительно этого рептового изучения. Если мы убираем это поступательное движение, остальное оказывается с одной стороны абсолютно однородным, а с другой стороны зернистым. То есть однородно распределены зернышки. Очень маленькие зернышки, понятно, там, ну, главное, не нужны эти зернышки. Но вот эти зернышки есть как раз та неоднородность, первичные, мы же рептовое излучение напоминаем, что было через 300 тысяч лет после возобновения Вселенной. И вот эти зернышки неоднородности рептового излучения, они привели как раз вот к этим 10-22 степени неоднородностям, которые мы сейчас наблюдаем в окружающей нас Вселенной. Итак, наша Вселенная изотропна и однородна. Ну, а я вот добавляю, не только я, а многие мои коллеги сейчас добавляют еще вот этот принцип инерциальность. Совершенно нетривиальный принцип существования инерциальных систем в ручке. Это замечательное свойство симметрии нашей Вселенной. Из него следует очень много интересных строгих математических теорем, которые приводят к одним результатам. От этого принципа можно отказаться, но вся окружающая нас физика, наблюдаемая физика от расстояния 10-26 метра до тех расстояний, до которых на современных ускорителях доходят, а это сейчас уже 10-19 степени метра. Вот во всем этом интервале все свойства физические, все явления, которые мы наблюдаем, замечательно укладываются в схему, в модель пространства однородного, изотропного и мир Церкви. Наверное, не все из вас слышали, что симметрии нашего пространства времени с законами сохранения. Сколько законов сохранения в нашем пространстве времени вы знаете? Сколько законов сохранения, имея в виду, что есть векторные законы и скалярные, и векторные, это... Нет, ну векторные, если закон сохранения векторные, то это сразу 3 законы. Это уже хорошо, что вы знаете 7, вы знаете те 7, которые действительно широко... 7, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, которые широко используются. Есть еще один, который вы забыли, который меньше используется, потому что он тридиальный в каком-то смысле. Это... Значит, о чем, о каких 7 законах тут коллега говорит? Все понимают, нет? Закон сохранения энергии, закон сохранения момента, момента импульса, и закон сохранения импульса, и закон сохранения момента импульса, да? Вот эти 7 законов. Кроме того, существует еще закон сохранения движения центра масс заводной системы. То есть, центр масс заводной системы движется, наверное, гриволинейно, и это еще три закона сохранения. Так вот, всего 10 законов сохранения связаны с 10 симметриями нашего пространства в рисунке. Однородность 3 симметрии, изотрудность 3 симметрии, однородность по времени еще одна симметрия, и инвариантность относительно перетона изотрудной иноциальной системы отчетом это еще три симметрии, в общем, три добром. Итого 10 симметрий нашего года. Ну, я к этому еще вернусь, если время мне позволит сегодня, а сейчас я хотел бы сказать следующее. Так уж получилось, что человек придумал очень много, в том числе и летные исчисления, и какие геметрические единицы он придумал. Летные исчисления привело к тому, что возникают проблемы миллиниум, тысячелетия, конец света всяких, да? Тем не менее, действительно, каждые тысячелетия, каждые даже столетия, границы столетия, ну, обычно очень серьезные. Ну, мне кажется, просто первое такое заметное, ну, кроме того, рождения Иисуса Христа, дальше было что еще? Вот между XVIII и XVIII веком что произошло? Ну, для кого война? Вот уже второй раз и сегодня возникает вопрос, а ну, уже войны и так далее. Я об этом просто ничего не знаю. Я знаю, что между XVII и XVIII веком создал свою механику. Я публиковал основные принципы этой же самой механики. Дальше, между XIX и XX веком возникла и бантовая механика, и теория относительности, и много чего еще. Между XX и XXI веком, как я уже сказал, произошел переворот в астратизические представления, то есть в космологии, но и одновременно тоже возникли некоторые мокрые идеи, тривиальные, о которых я немножечко сегодня еще одновременно успею рассказать. Так вот, еще со времен Ньютона было известно, что в нашей Вселенной существуют постоянные всемирные подиготения, одинаковые для всех тех, для всех гравитационных взаимодействий. Гораздо позже, после Максвилловских законов, стало понятно, что, наверное, существует еще и скорость, а именно скорость света, одинаковая во всех инерциальных системах отчетов, а Эйнштейн эту величину уже возьмел в рамках просто вот некого такого хитиша, скорость света, где-то есть некая константа, одинаковая во всех инерциальных схемах отчетов, ничего не зависит. Ну, на самом деле, еще за пять лет до этой идеи Эйнштейна планку пришло в Колумб совершенно случайно для решения одного нетривиального вопроса о тепловом отключении абсолютно черного тела. Пришло в Колумб ввести некую постоянную, которую, ну, не он, конечно, назвал их своим именем, уже другие назвали своим именем, то самые постоянные планки. Ну, ее можно и писать так, или аж чертой, это не важно, аж чертой отличается оттаж просто киперином как бы. Вот, эти три величины имеют различную физическую размерность и существуют в окружающем нас пространстве времени, независимо от нашего с вами сознания. Человек же привык измерять все, что происходит в окружающем мире в единицах метры килограммы секунды. Что такое метр? Я вот так развожу руки, не очень широко и не очень включаю метр. Что такое секунды? Ну? Я плохо слышу. Нет, мы бы знаем, что свет. Свет проходит за одну секунду в 300 тысяч километров. Вы представляете себе, что человек придумал, давайте выберем такую единицу измерения линии, за которую свет проходит в 300 тысяч километров. Не делайте. Одна секунда была придумана задолго до того, как человек вообще кто-нибудь узнал о свете и так далее. Естественно. Господи, послушайте, что нормального человека в нормальном состоянии будет 60 ударов в луну. Значит, одна секунда это просто одно сокращение большой водой. В общем, одно сердечное сокращение. Один литр. Это один килограмм я сразу налил. Один килограмм нет, а это связь. Один килограмм это есть масса той жидкости в объеме одного литра, которую нормальный человек может просто спокойно выпить. Очень сразу смешно. я говорю обычно о парлам молоке. Представьте, вы можете выпить там два-три литра парлам молока. Очень тяжело. А вот я, например, лично один литр, который в вашем бусе выживал совершенно спокойно. это антропные единицы. Их человек придумал. Неужели эти антропные единицы могут иметь какое-то отношение к реальности нас окружающих? Конечно, нет. А вот эти? А эти существуют в нашем мире независимо от нашего сознания. Независимо от нас. Так вот, в начале двадцатого века вот эти три единицы определили все дальнейшее развитие физики. Ну, для того, чтобы немножечко пообъяснить, что это за единицы, почему они равны в нашей нормальной системе сил, вы посмотрите в своем учебнике. Нет, нет. но просто из этих единиц можно построить вот такую величину, более беспостоянный замок умножить на жертв и поделить на цвет кубик. Эта величина имеет размерность длины. Значит, это та длина, которая получается не когда я вот так развожу ноги, а та длина, которая существует в нашей вселенной независимо от нашего с вами первого спередиа. Что же это за длина? 1,6 которые я опускаю на 10 в минус 35 седине метра. Так вот, отсюда до сюда мы уже знаем все. Ну, с обычной конечно, по крайней мере, мы знаем, какими законами определяется физика вот в этом интервале. Нет никаких препятствий предположить то, что до расстояния 10 минус минус метра все определяется теми же санулями законами. Потому что ничего не... Ну, понимаете, вот в этом огромном интервале смотрите, какой тут интервал. Конечно, тут тоже еще приличный интервал остается, правда? А здесь минус 19 до 10 минус 35. Тем не менее, если и говорят сейчас о том, что физические законы могут иметь другой вид, то речь идет только о расстоянии меньше, чем 10 минус 35 метров. Это так называемый планковская длина, а то, что могло происходить на расстоянии меньше 10 минус 35 метров наносит название запланковская физика или там кросспланковская физика. Так вот, наша с вами физика от 10 26 до 10 минус 35. Ну, я сейчас округлю, я разделю самое большое на самое маленькое, там действительно 1061, но я округляю, 1060 степень. Вот такое число 1060 степени возникает для самого отношения самого большого к самому маленькому. Ну, если мы умножим и числитель и знаменатель, и самое большое и самое маленькое умножим на скорость света, разделим, извините, на скорость света, мы получим время. Если мы разделим на скорость света вот эту величину, мы получим время жизни вселенной. Если мы разделим на скорость света вот эту величину, мы получим так называемое банковское время, это 10 минус там 44 секунды. Какое это очень маленькое время, отношение времени жизни вселенной к этому самому очень маленькому банковскому времени, Это то же самое 10 в 60-й стиле. Значит, планковское время это тот самый удар сердца, только удар сердца не нашего с вами, а нашей Вселенной. Это квант. Нехорошо говорить термином слово квант, никакого отношения к кванту это не имеет. Это некая единица времени, которая существует в нашей Вселенной, независимо от нас. В нашей Вселенной существует 10 в 60-й этих самых единиц времени. Этих планковских, элементарных, единиц и времени. Этими планковскими единицами, естественно, время и надо измерять объективную физику. Не объективную, а антроповую физику, а объективную. Итак, время жизни нашей Вселенной 10 в 60-й стиле. Ну и, соответственно, можно сказать, размер нашей Вселенной 10 в 60-й стиле. Нет одной и той же. А теперь такое наблюдение. А, а что значит массы? Можно я дам контр-вопрос? Вы где учтись? Из результации. Понятно. Вот слушайте, я говорю фразу. А теперь такое наблюдение. Хочу перейти к массе. Коллекция, а как насчет массы? Так вот, теперь такое наблюдение. Если мы с вами вычислим по тем же самым унитарным единицам, так называемую планковскую массу, мы получим величину, которая в килограммах никакого смысла для меня особо не имеет, но я себе пишу. Это примерно 10 минус 8 килограмма. Но мне не это интересно, поскольку в числе гранитарных частиц массы, естественно, отверяется не в килограммах, ну а, скажем, в массах протона или, что то же самое, в миллиардных электронов. Ну, масса агрома протона примерно в миллиардных электронов делит на квадрат скорости света. Поскольку скорость света для меня это величина, как бы, ну, так сказать, единицы измерения, поэтому для меня важнее электронов. Вот это будет 10 в 19 степени в миллиарда буквы G гига. Гига электрон будет. Ну, деленные на скорость света, уже знаете, не знаю. Значит, 10 в 19 степени. Вот ускоритель, который построен в Женере, в Большой Адон-Николайдер, у него 10 в 4 степени гига электронов. То есть осталось еще 15 порядков до достижения... Это то же самое. Осталось еще 15 порядков до достижения 10 минус 35 метров. Такой самой планковской длины. Потому что чем больше энергии частицы, тем меньше длина волны эти вещи может связывать. Но интересно мне на самом деле другое. Мы можем очень легко измерить массу нашей Вселенной. Вот массу Земли измерить довольно сложно. Там нужно будет специальные астрономические наблюдения, связанные там с пьем, украшением спинника и так далее. А вот массу Вселенной измерить очень легко. Как? Вы с вами уже решили, что наша Вселенная однородная. Следовательно, можно измерить плотность вещества, окружающей нас в маленькой части Вселенной. А потом просто эту плотность умножить на объем Вселенной. И что мы получим? Мы получим лучше. Масса всей Вселенной делить на эту самую планковскую массу есть 10 в 60 метров. Ну, для некоторых моих коллег, совпадение вот этих двух чисел является случайность. Я где-то там несколько месяцев назад делал оплат на гравитационном семинаре нашим городском. И когда я, опять-таки, об этом часто говоря, допустим, на всякий случай, еще раз, и наш гравитационщик об этом сказал, говорит, что, ну, с моей точки зрения, не может это быть случайно. Нет, это случайно. А что в этом поразит? Нет, смотрите. Это масса Вселенной. Это некая величина постоянная, потому что вещество, это мы наблюдаемо, оно нигде не рождается. Вот во всей окружающей нас Вселенной нет процессов, в которых производилась масса из ничего. Но имеется в виду энергию. Есть такое распространение энергии, который проверен очень и очень точно. Ну, масса и энергия, тут без разницы, mc квадрат, это будет энергия всей Вселенной. Не об этом, да. А здесь стоит что? Время жизни Вселенной. Время жизни Вселенной, измеренное вот в этих единицах, 10-60. Масса Вселенной, измеренная вот в этих единицах, 10-60. Вещи совпадают. Что говорят мои коллеги? Некоторые. Это безслучайное совпадение. Нам просто так уж посчастливилось жить в тот момент времени, когда время жизни Вселенной в этих абсолютных единицах равно массе Вселенной. Ну, повторяю, такое совпадение мне лично кажется абсолютно невозможным. Не только мне, один из самых крупных физиков, теоретиков 21 века, тот, кто создал теорию фермионов, дирак. Он был первым, кто наблюдал некоторые вот такие соотношения между очень большими числами. И он же первым начал утверждать, что подобные совпадения не могут быть случайными. Но это не есть, конечно, утверждение. Могут и быть случайными. Тут вопрос такой. Есть Бог, нет Бог. Это вопрос в принципе не доказуем. Потому что там чего-то не знают. Так же и здесь. Дело вот что, посмотрите. Если это совпадение не случайное, вот эта же величина меняющаяся, а вот эта не меняющаяся. Ну, какое будет это все? Ну, значит, намокнули массу. То есть закон сходя энергии не верят. Закон сходя энергии проверяется экспериментально, точно фантастическо. А тут тоже фантастическо большие числа? Нет. Горазами просто. То есть еще фантастические? Еще. Ну, в данный же момент селенной расширяется. А количество массы не изменяет. Значит, ее потус уменьшает? Конечно. Может, потус массы уменьшается? Это может привести к одному из двух последствий. Потом об этом расскажу еще. Я могу сказать, что потус массы как раз становится отставкой. Нет. То есть, у нас были обычные эксперименты. То есть, у нас были обычные эксперименты. Я бы вам посоветовал прожить несколько миллиардов лет и экспериментально убедиться к изменению плотности Вселенной. Можно попробовать это сделать. Скажем, измерить плотность Вселенной сегодня и через год. Разница была бы 10 в минус 11 в стиле. Но, к сожалению, такой точности их сравнения не достичь. Вы так сказали, что масса, она не изменяется. А время, факт, она идет вперед. То есть, поэтому, кратерий фото, кратерий фото, а это не должно совпадать чисто. Вот это точка зрения тех, кто говорит, что это совпадение случайное. Это сейчас. Через, не через миллиард лет, а через 100 миллиардов лет, это уже будет не так. Это одна законная точка зрения. Имеет право на существование. Возможно, другие. Еще, пожалуйста, в данном случае, я думаю, что эти константы не считаются константами. Совершенно верно. Вторая возможная точка зрения. Эти константы не являются константами. А, то есть, масса не меняется? Нет. Масса не меняется. А скорость света... Абсолютно. Со скоростью света совсем смешно. Эйнштейн абсолютно права, когда он утверждает, что... Значит, давайте точно струбулируем что. Все вы знаете, одиннадцатиклассники, что теория относительности построена в так называемом постелателе постоянства скорости света. Но термин «постоянство скорости света» — это жахло. А что точно? Экспериментальный факт. Скорость света, измеряемая в нашей партуре, не зависит от скорости источника. Это экспериментальный факт, который был абсолютно точно доказан голландским астрономам-десситтерам тривиальным совершенно способом наблюдения на упражнение света. Я не буду сейчас подробнее рассказывать. Сами сообразите, что если бы скорость света зависела от скорости источника, то при движении двойной звезды превращение одной звезды вокруг другой то на нас, то к нам. Поэтому скорость была бы то больше, то меньше. И тогда бы мы видели разность фаз просто между этими событиями. События не дает. Тысячи двойных звезд, нигде никакого стрига фаз не наблюдается. Значит, скорость света зависит от скорости источника. И все. Термин «постоянство скорости света» — это только если добавить еще следующее. Наша Вселенная, однородного времени, никакого начала не было, нас существует бесконечно долго, она бесконечное в пространстве, бесконечное в отлинии. Тогда отсюда из первого следует утверждение. Скорость света всегда была равна С. Если нет метра вот этого, не вот этого, то можно доказать. То есть все эти константы играть, можно доказать, что скорость света действительно постоянная. Мой вопрос? Ну, если скорость света постоянная, то вероятно, она в основном, вот именно вот этот сележаток, если сележаток, если сележаток, если сележаток должен быть 30 тысяч литров в секунду, она должна была взяться. Почему она не такая не такая? А это вопрос некорректный. Объясняю. Значит, если скорость света могла бы быть, первое, бесконечно большим. Могла бы быть. Второе, не бесконечно большим, а постоянным. Какой? Любой. Все. Это конкретная ее величина абсолютно никакого значения не имеет. Скорее, причем мы созданы такого размера. Это другой вопрос. Это другой вопрос, кстати, у него тоже есть ответ. Вот если вы посмотрите, от 10-26 до 10-35, правда, буду ритмическом масштабе, мы находимся в ровном середине. Ну, не мы, а вообще все живое, такое, так сказать, геологическое и так далее. От самого маленького до самого большого, по середине, ну, комфортно все-таки, по середине, правда, если очень близко в краю, там можно как-то попасть к хорошему состоянию. Ну, это не будет. Вот, так далее. Мне не нужно, чтобы все-таки сейчас я математикой такой, арифметикой займусь. Совсем, совсем немножко. Вот, что я сейчас на доске написал. В координате R добавили некоторую константу Ро, получили новую. Эта процедура называется сдвиг начала отсчета. Независимость от этой процедуры и есть однородность нашего пространства. Они зависят от выбора начала отсчета. Такая штука называется трансляцией. Далее. Есть вот такая вещь. Сустрих равно U плюс R. А в ступочках я сейчас напишу, что имеется в виду. Вот то, что написано здесь. Их есть R плюс VT. Это преобразование галерея. Это переход в другую инерциальную систему отсчета. Что приводит в пространстве скоростей вот к такому сложению скоростей. Какой-нибудь вопрос возникнет. Все замечательно. Чеория относительности придуманная Эйнштейном. Вот здесь вот я должен написать FUSPY равно U плюс V делить на единица плюс UV делить на Z в квадрате. Ну, кто не знает, поверит мне, что это закон сложения скоростей и теория относительности, который следует и с преобразованием логинца. Они будут писать, место занимать. Вот здесь скобочка вместо вот этого стоят преобразования логинца. Ну, кто не знает, как они выглядят и фокусные, неважно. Преобразование логинца приводит к такому закону сложения скоростей. Вот вместо вот этого возникает вот такое. В предположении о том, что в координате вот все не зависит от выбора начала отсчета, вот все вот здесь вот так. Теперь смотрите сюда. Значит, эта штука обладает следующим свойством. Если мы к какой-то... Ну, В. Что такое В здесь? В это относительный... Скорость относительного движения двух систем отчета. Что такое У? Это скорость точки в одной системе отсчета. Что такое У-штрих? Это скорость точки в другой системе отсчета. Значит, если У равно скорости света, то есть если в одной инверциальной системе отсчета вот это есть света, то в другой инверциальной системе отсчета это тоже света. То есть У-штрих тоже равно скорости света. Вот это свойство вот этой простой математики. Если мы будем к скорости света прибавлять любую скорость В, мы будем получать скорость света. Все это знают, что один стеклательный партнер. Это типичный, да? Значит, вот эта математическая группа преобразований оставляет иномариантную конечную скорость цепи. Это так называемая группа движений шара. Вот представьте, death, восстановите скорости ей рисуют рейхой соль. Любые скорости, которые находятся внутри этого шара, при таком реобразовании остаются внутри этого шара. Любые скорости снаружи остаются снаружи. Любые скорости на поверхности остаются на поверхности. Это группа движений шара. Замечательно известная математикам и дактоликам. Теперь это сказать себе, что наша с вами Вселенная, которая существует на сегодняшний день, там какой, вот она имеет вот этот радиус f. При этом эта Вселенная должна быть абсолютно однородной. Может ли быть однородная Вселенная, имеющая радиус f, если у вас вот такой вот закон перехода из одной точки в другую очередной. А какой она должна иметь? Какой вид должен иметь это преобразование? Ну точно такой же, как сказать. Значит, если мы, например, ну я сейчас скажу предположим, хотя на самом деле это не есть предположение, это есть вывод. что закон перехода от одной точки к другой, закон трансляции, вот так может быть, то мы получим Вселенную, имеющую радиус f, у которой все точки находятся в центре этой Вселенной. Вот вокруг вас Вселенной радиус f, вы сместились на миллиард километров в сторону, вы остались в центре этого шара. Точно так же, как вы здесь вот, перейдя в ту инерциальную систему отчетов, вы все равно остались в центре шара скоростей, так же здесь вы остались в центре этого шара. И вот смотрите, вот это вот есть механика к ленью. Вот это есть механика, ну скажем, теория относительности, механика Эйнштейна. Вот это, а это что? Не ретилистский закон сложения скоростей, не ретилистская физика, казалось бы. Ну вот с такой геометрией, вот с таким пространством, эта вещь, ее иногда сейчас называют пара-теория относительности, ну, вот полотеней, пара-рана-рана, ну, скажем, тут я считаю, в группе симметрии Бон-Каре на самом деле, вот эту симметрию называют, вот эту симметрию называют симметрией Бон-Каре, а вот эту пара-Бон-Каре. Но на моем высоком участке, если эта теория относительная, то это пара-теория относительности, как-то добавление. Эта теория оказывается, вот это совершенно не очевидно, я после, наверное, потратил на понимание, это на самом деле не очевидно, но тривиально, так сказать. Не очевидно, потому что, 8 лет я пытался это доказать, но понял, что это тривиально. Вот эта теория абсолютно эквивалентна вот этой теории. И вот этот факт стал известен об их абсолютной эквивалентности. Я вот сейчас уже буду скоро заканчивать, и я сейчас буду говорить об очень простых вещах, совершенно материальных вещах. Этот факт стал известен в литературе, по крайней мере, может быть, он был кому-то известен и раньше. А в литературе он стал известен 10 лет назад. Опубликовано это было лет 8 назад в работе моего коллеги ирландского физико-рэйфорте. Он провел очень простое наблюдение. Это вообще фантастика в развитии теоретической физики. Теоретики настолько сложными вещами занимаются, что что-то решить до конца просто невозможно. Когда у теоретиков встречается очень сложная задача, которую он не может решить, что он делает с этой задачей? Он ее откладывает и берется за еще более сложными. В этом смысле тупик. Как он, да, действительно, тупик теоретической физики. Тупик связан с тем, что есть непонимание каких-то элементарных, очень простых вещей. Ну, например, то, о чем я сейчас вам расскажу за последние 15-20 минут своей лекции, это было известно в конце 19 века в движении гидродинамики не сжимаемой живости. Это свое уравнение написано. Потом, в середине 20 века это выяснили в свободном уравнении Желингера, мультивистской фронтной лекции. Потом, в конце 20 века это выяснили при движении заряда полимагнитного монополия. И так далее. То есть, очень сложно заниматься, находили там какие-то патологические свойства, а оказалось, что этими свойствами обладает самая элементарная механика, которую вы прекрасно знаете. Ну вот, я сейчас проиллюстрирую эти вещи очень простые. Вот, повторяю, я до этого додумывался 8 лет, а когда это уже все стало ясно, дальше все было совершенно 8 лет. Итак, я еще раз напишу что такое разница. R шлиф равно R плюс O. Ну, я сейчас оттуда однодерпный случай рассматриваю и сказать, что это не дальше, что и пора просто писать перестану. И теперь я рассмотрю R шлиф равно R плюс O. Вот это у меня выпускает. Вот есть два преобразования. Одно связано с переходом в инерциальную систему в другую инерциальную систему отсчета, а это связано с двигом начала отсчета. Произведем следующее преобразование. Вот, дарим вид этого преобразования известный в разных разделах физики для классической механики и установлен в 1998 году. Есть 11 преобразований. Следующее преобразование. Вместо R шлифта, вместо R любого, и R шлифта в том числе, отстанем R, делить на пьер Т, и умножить на левую констанцию, чтобы сохранить размеры. Это не время жизни нашей Вселенной, хотя на самом деле, если честно, это истина жизни нашей Вселенной. Это не важно. Что мы сейчас делаем? Мы делаем просто замену переменных. Мы имеем право изучать мир в любых координатах, совершенно любых. Хотим в сферических, в цилиндрических, в каких угодно, в фасунгольных, в кривых, в сопутствующих. Вот я выбираю такие координаты. Почему? Ну, не так хочется. Ну, во-первых, тут уже немножко заложено следующее. Смотрите, при T равном нулю, ярко такая и косоценность. А что такое T равный нулю? Я уже знаю, что в нашем мире есть T равный нулю. Я могу в нашем мире время начинать отчитывать, если я так хочу. От письмотоминной Вселенной. Здесь нет речи о космологии, о Вселенной. Здесь речь о негритилистской, галилеевской механике. Я просто меняю картину. А вместо времени я буду рассматривать обратное время вы умножите лень-кидеразмерности на первых покрытиях. Теперь быстренько на тоске мало времени, мало места, можно в уме. Подставляем сюда, сюда. Что мы получаем? R шкив делить на T шкив умножить на T большое. Равно R шкив делить на T умножить на T большое плюс Ру. Кроме этого у меня есть еще вот здесь х, T шкив делить равно T. А отсюда следует, если T шкив делить равно T, то и обратные равны. Так что вот эти одинаковые. И я отсюда получаю несколько хватает, доска ужасно, ну вот тут внизу умножить на T я получаю N шкив ну и на T большое разделю, равно R плюс T умножить на R поделить на T большое. Знаете, что я получил? Я отсюда, изменив координаты, получил то, что написано здесь. ну точно так же, если я это подставлю сюда, то есть эти две вещи переходят друг в друга при тривиальной замене, ну не тривиальной, конечно, но тем не менее при замене координат. От выбора координат физика зависит не может. значит, то, о чем я вам говорю, то, что было здесь на доске написано про теорию относительности, если я там сделаю точно такое же преобразование, я получу вот ту самую пару теорий относительности, о котором я здесь говорил. Поэтому, да, пара теорий относительности есть просто наш мир в других координатах, в более подходящих для описания космологии наверное координат. Это первое. Ну, второе, чтобы уж продолжить и закончить вот с этой темой, ведь кроме трансляции времени в пространстве есть еще трансляции времени. Я ее тут как-то замену. Так вот, трансляция времени, которая выглядит так, что Д штрих равно Д плюс там какой-нибудь Т с номиком не должно менять свойства нашего пространства. Теперь давайте возьмем вот эту замену. Я получаю Т в квадрате потелить на Т штрих равно Т в квадрате потелить на Т плюс Т с номиком. Я получаю нечто совсем другое. Я получаю некоторое свойство времени следующее. Ну, давайте перевернем все. Т штрих одно отсюда. Значит, туда подставляю, получаю Т делить на Т квадрат вынесу единица плюс Т с номиком Т поделить на Т в квадрате. Ничего этого вам не не нужно. Это очень похоже на закон сложения скоростей или закон стритых координат, только в числителе нет. Не совсем. Это просто инвариант, если относительно трансляции времени. Смотрите, что мы получили. Мы получили некое преобразование времени, его называют трансляцией обратного времени. Единица на Т сдвигается на констрацию. Или иначе называют его конкуровой трансляцией. Так вот, смотрите, что это за преобразование? Оно оставляет на месте начало отсчета. То есть, возникновение Вселенной инвариантно относительно этого преобразования. При этом преобразование, если для одного наблюдателя наша Вселенная возникла в какой-то момент времени, тут для другого наблюдателя, этот момент возникновения тоже начало отсчета времени. Время может быть другое, но начало отсчета времени после такого преобразования оказывается точно тем же самым. Инвариантное возникновение Вселенной. У этого преобразования есть очень много разных интересных свойств и можно говорить опять часами о нём. Но самое интересное, смотрите, при этих преобразованиях, мы с вами уже выясняли, равномерное прямолинейное движение переходит просто в трансляцию, трансляция равномерное прямолинейное движение. То есть невелитивистская механика, ну скажем, какая механика, группа частиц, идеальный газ, свободный идеальный газ, есть некое облако идеального газа, невзаимодействующие точные частицы. Они себя каким-то сложным образом ведут. В их поведении есть симметрия относительно вот этого преобразования. Этой симметрии не наблюдали, как я вам сказал, до 1998 года. Наличие в любой симметрии приводит к законам сохранения. Времени осталось у меня совсем мало, я вам сейчас просто выпишу, что все законы сохранения невелитивистской физики, которые стали известны на начале 2021 года. Нет, здесь их больше. Их на самом деле оказалось 12, и все 12 я сейчас полагаю. Вы хотите сказать, что если их перемножат, они же не получат. Значит, рассматривается система материальных невзаимодействующих, точек обозначается массой L с индексом A. A продвигает значение от единицы до N, где N другое число. У каждой из этих точек есть своя координата RA, и есть своя скорость VA. Конечно, каждая точка движется как в идеальном газе, равномерно, но в какой-то момент происходит столкновение. Вы уже понимаете, что идеальный газ – это точная частица, но тем не менее при столкновении нет. Если нет где столкновительный идеальный газ, то там никогда равновесие не наступает. То есть в этом идеальном газе происходит столкновение у частиц, обязательно. При этих столкновениях происходит как? При абсолютно другом ударе. Импульсы энергии как-то передаются друг к другу. Причем массы разные. Происходит совершенно произвольный удар. Так вот, в этой системе вы все знаете, что сохраняется в следующей величине. Сумма MA на A. Которую называют буквы импульсы. Вы знаете, что сохраняется сумма MA на A в квадрате пополам, которую называют энергию. Вы знаете, что вы мне сами об этом говорили, что сохраняется величина MA на векорное произведение. RA на VA. Это момент количества движения. Мы назовем его буквы при тренгоне. Ну, кроме того, я вам сказал, напомню, что сохраняется еще закон движения центра масс. Ну, не сохраняется, то есть выполняется потом включение центра масс. То есть вот такая величина. В, D, минус, R. Букву A отставим. Которую можно назвать, ну, я назову слов на букве R. Хотя по размерности эта масса может расстоять. Это еще с минусом. Но это не так важно. Ну, что здесь написано? Здесь написано начание координата точки. Масса на координат точке в какой-то момент. Ну, вот если я вот это, ну, с точностью до знака, вот, минус поставить, разделю на полную массу, я получаю просто координат центра массы. Значателем они. Так вот, вот эта вещь есть констант. Это вот так, те три еще константы, о которых вы не вспомнили. Ну, не зря не вспомнили. Даже в 10-том учебнике в курсе теоретической физики Ландау об этом константе просто не упоминается. Ну, почему? Потому что на антривиале, если у вас есть изолированная система, вы переходите в систему покоя центра масс и забываете о том, что центр масс стоит на месте. Это просто отражение того факта, что вы можете перейти в систему покоя центра масс в некоторые забывные системы. Итак, 10 законов здесь написано. Существует еще два. Прежде чем написать эти два, я перепишу вот этот закон. Перепишу его в следующем видео. Вы его увидели, вы признали, что это тот самый закон. А я его напишу в совершенно несколько другом пике. ВА умножить на В минус РА. Вектор умножить на ВА. Родно источник сюда знака. Это равно РМ. Что я сделал? У меня состоял РА на ВА. Ну, изменение знака опять-таки не важно. Нужно минус поставить. Я добавил сюда слагаемое В. Вектор на В это умножить. Для чего я это добавил? Чтобы вот этот вот скоб, как появилось, как здесь возникло некое значение. А вы помните, что при этом преобразовании, о котором здесь говорит, как раз Р минус ВТ и превращается в В. Ну, короче, я выписываю те два законосохранения, которые возникают в результате вот наличия этой дополнительной симметрии, сгибающей законосохранения. Сумма квадратов вот этих, масса на квадрат вот этой величины пополам есть константа. Это не есть следствие вот этих законов, потому что здесь не квадраты величины, а, как вы видите, произвольные массы на квадрат вот этой суммы. Ну и последний, он перекрестный. Так, то есть, скалярное произведение РА на ВАТ минус Р. Тоже есть константа. Ну, давайте еще одну букву. Вашу. Да. Р это координата точка В. А. Координата точка В. В. Р, и скорость В. Р. И то, и другое, в принципе, зависит от длинни. При движении между двинья соударениями, Р. 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 Вот это одно новое, что для вас, в общем-то, было неизвестным, и только для вас, для всех дисков 20-го века это оказалось неизвестным, что она известна только в начале 21-го века. Значит, вот та симметрия, то преобразование, которое я вам рассказал, оно становится себе очень интересным, ну и совсем уже последний раз. Значит, если и таком преобразовании, мы получаем из теории относительности Эйнштейна, так называемую пара теории относительности, аналогичную теорию относительности Эйнштейна, при этом наш мир Ерминковского превращается, получает следующее. Вместо картинки Ерминковского, картина мира выглядит таким вот образом. У меня сейчас просто времени совсем нет, я просто нарисую то, что получается в мире. Церковь, да? Ну вот, для тех, кто математику знает, это будет любая процедура, для тех, кто не знает, это будет не очень понятно. На этой картине нужно вырезать вот то, что здесь нарисовано. Вот это надо отсюда убрать. Радиус этого есть. То есть, да? Тот самый радиус, который надо выкидать. Нет, нет, нет. Это вы, ну, вот я просто видел. Контуром объем вот тот кусок, который надо выкидать. Что это означает? Это означает, что в начальный момент времени Вселенная представляет из себя шар радиусом, как большой. За пределами этого шара нет никакого пространства, нет ничего. В начальный момент времени это шар радиусом. В следующий момент времени это бесконечно большой. Бесконечно большой. Такова геометрия того пространства, которое получается. Мы с вами наблюдатели, которые находятся вот в этой точке. Световые конуса выглядят в этом пространстве в следующий момент. В другой точке, в другой момент времени, эти световые конуса выглядят вот таким вот образом. Что это означает? Это означает, что вот в этой точке скорость света одна, в этой точке скорость света другая. Повторяю, это не другая теория относительности. Это точно та же самая теория относительности, переписанная в других координатах. Абсолютная Эйнштейновская теория относительности со всеми ее свойствами и так далее. Но просто переписанная в других координатах, в тех координатах, в которых существует выделенный в начальный момент времени. Значит, в этой картине, в начальный момент времени, в шарике радиуса, существовало то, что мы называем большим взрывом, начальное состояние. Которое потом мгновенно расширялось до бесконечности. А мы с вами, то, что мы наблюдаем, вот смотрите, вот эти конуса, которые мы видим. Видите, что мы видим? В итоге мы видим все, что находится внутри какого цилиндра? Радюса РПЧУ. Ничего, в принципе, больше для нас не существует. Несмотря на то, что существует бесконечная и вселенная садегиона этого процесса. Мы можем сделать переход от конечного и большого, бесконечного? Конечно, мы получаем, но мы получаем то же самое. Мы получаем то же самое, чем на самом деле. И в этой картинке скорость света, вот та самая, есть не что иное, как вот этот трэп делить на тот момент времени, в котором проводится. Вроде многих детей. Время, жизнь и все. Теперь вопрос. Можно ли выбрать из двух моделей, из двух описаний, одну? Ну, то есть выбрать, какие же метры и секунды в нашем мире, они соответствуют одной системе координат или другу? Как это можно было бы сделать? Можно было бы измерить скорость света сегодня, а потом измерить скорость света через один год. Если Т – это 10 миллиардов, то измерить скорость света через один год. Но это сделать очень просто. Берем шахту длиной 3 километра. Такие шахты существуют и внутренних экспериментов. Они сделаны. Там выбираем базу длиной несколько километров. Лазерным лучом, который идет туда-обратно, расстояние, устанавливаем, все замечательно. И измеряем время за счет, за которое свет, импульс лазерный дойдет до туда и вернется назад. Измерим. Теперь производим то же самое измерение через один год. Что мы делаем? Измерили. А вопрос. Расстояние между этими две отточками изменилось или нет? Да. Поэтому ответ такой. Два варианта ответа. Первый. Скорость света осталась только, расстояние увеличилось. А второй ответ. Расстояние не изменилось, а скорость света стала больше. Оба ответа абсолютно эквивалентны, потому что у нас нет независимых масштабов измерения времени и расстояния. Расстояние. Скоростью света мы измеряем расстояние. Время по числу клеваем излучение атомоцезия, а расстояние, ну, пути, который проходит за определенное время, свет, скажем, 300 тысяч километров за одну секунду. Таким образом, принципиальная невозможность измерить, что же, какая же интерпретация действительно существует у окружающих нас. Решение, тем не менее, есть. Решение, это не парадокс, даже артист, так сказать. Шаг вперед, заключающий и социализирующий. Смотрите. Я так условно, то, что было на доске нарисовано. Вот это у меня назначало мутовскую механизму. Вот это у меня назначало тюлью относительности. А вот это у меня назначало пара тюлью относительности. Помните? Да. Ну, видите, что здесь не хватает еще одной стилочке. Четырех. Да. Клявера. Ну, это не интересная стилочка. Ну, ты смысл – вот это ли. Эта стрелочка, оказывается, действительно описывает замечательное пространство – это пространство на это название пространства антиби Egyptra, предельным случаем которого, претерст, стремящимся к бесконечности, оказывает теория относительности. А, на самом деле, это… Триецст, стремящемся к бесконечности, оказывается вот эта пара теории относительности, А на самом деле, если придется вам читать хотя бы даже название статей, которые публикуются в интернете по теоретической физике, то вот с буквами АДС, ну, наверное, в день появляется несколько десятков статей, связанных как с космологией, так и с физикой элементарных частиц и так далее. Ну и совсем последнее, извините за то, что я вам рассказал, уже последние пять минут буквально. Я сейчас вам нарисую некую картинку. Картинка называется «Круг Зельманова в литературе». Хотя, бедный Зельманов здесь только потому, что он вспомнил, а придумал эту картинку, одежде всего, тот же самый Георгий Гамов вместе с двумя своими приятелями, Лондаром и Иваненко. В 1928 году собрались, как они утверждают, за чашкой чая, и придумали некоторую картинку, которую даже потом осмелились опубликовать в научной литературе. Это была и шутка на самом деле, но они ее опубликовали. Эта шутка замечательна своей и прозорливостью, и замечательна тем, что она всем нам определила, чем же дальше заниматься. Шутка заключалась в сфере. Давайте отложим по одной оси постоянную сферу дикотину, по другой оси отложим постоянную планку, а по третьей оси отложим обратную, сейчас поясню почему, обратную величину скорости сферы. Если G равно нулю, это мы выключаем гавитацию. Если H равно нулю, мы выключаем кванку инфа. Если единица на С равно нулю, то есть С равно бесконечности, мы выключаем элитивист кубики. Физика становится квасночной. Значит, в этой картинке, очевидно, на этих осях можно построить некоторый кубик. Он и называется кубом Зиманера, хотя на самом деле это кубка. Можно построить вот такой вот кубик. В этом кубике будет восемь вершин. Эти вершины, смотрим сюда. Классическая механика без гравитации. Это просто Ньютоновская механика. Вот это Ньютоновская механика. Первый, второй, третий закон может быть. Это та же Ньютоновская механика с законом всемирного тикотения. Закон всемирного тикотения Ньютоновской механики. Вот сюда двигаемся. Это квантовая механика, возникшая в начале 20-го века. Сюда теория относительности. По-другому специальной теории относительности, возникшая в 1905-м веке. Включаем гравитацию в теорию относительности. Получаем, так называемую, общую теорию относительности или теорию гравитации. Литературе принято первым общая теория относительности. Но российские физики категорически возражают против этого термина, поскольку ничего общего в этой теории относительности нет. Это теория гравитации просто. Ну и Ньютоновская теория гравитации, 1920-й год. Далее, в середине 20-го века усилия Феймана, Дерако и многих других физиков создается элитеристская квантовая мехамика. Так называемая квантовая теория поля, на которой я всю свою жизнь и занимаюсь. Значит, вот эти все точки к середине 20-го века созданы. То есть, в соответствующей теории работают замечательно. Что осталось? Осталось прийти вот сюда и одновременно, скорее всего, сюда. Создать квантовую теорию гравитации. Вряд ли можно создать неритеристскую квантовую теорию гравитации. Хотя, может быть, можно и об этом думать. Значит, это можно будет назвать неритеристская квантовая теория гравитации. А это уже релитеристская теория гравитации, квантовая и так далее. Поэтому, когда проще называют теорией всего. Да, верно, я думаю, что я объясню. Ну, там все, больше нет. Действительно, больше ничего нет. Ну, я не знаю, сколько тысяч физиков на протяжении последних 40-60 лет пытаются попасть на эти случаи. Это очень трудно сделать. Скорее всего, туда попадут в течение ближайших нескольких десятков лет. И таким образом будет закончена, буквально закончена, теоретическая картина. Ну, не столько картина, сколько теоретических больших картина. Что же делать дальше? А дальше идет вот что. В нашей Вселенной существует 10 по 70-й степени различных частиц. Это протоны, фотоны и так далее. Уверен. Ну? Больше, чем в лодичности. Ну, это же никак. Там безразмерные числа. А значит, что-то происходит. Это совсем дружно. Это не есть отношение к чему-то к чему-то. Это просто число объектов в нашей Вселенной. Теперь попробуйте из этих объектов, которые могут находиться в разных точках пространства, еще к тому же, собрать все возможные комбинации. Засчитали, да? Число возможных комбинаций. Тут будут и перестановки, и сочетания, и объединения, и еще в разных точках пространства, и вовремя, и так далее. Вот это есть число различных явлений, которые, в принципе, могут существовать в нашем мире. Для математиков это число конечное. Для физиков это число, конечно, бесконечное. Поэтому, когда я говорю, что наш мир бесконечно разнообразен, я говорю буквально. Бесконечное общество различных явлений, которые в этом мире, о котором мы сегодня говорили, существуют. Вот это есть базис для изучения. Допустим, мы его закончили. Вот мы создали теорию, с помощью которой можно что-то дальше? Высокие слова. Постигать истину. Описывать все возможные объекты, явления, процессы, все, что происходит в нашем мире. Предположим, что все жители Земли становятся физиками. Предположим, что все существующие цивилизации, все их представители становятся физиками. И все только и думают о том, чтобы решить все возможные задачи с помощью вот этих теорий. Я предполагаю, что время, за которое это возможно сделать, будет сопоставимо с временем жизни нашей Вселенной. Таким образом, Вселенная, вопрос возникает, не у меня, конечно, но у некоторых других, для чего мы существуем, для чего Вселенная существует. Ну, Вселенная как факт, а мы для чего в этой Вселенной? Ну, для того, чтобы познать эту Вселенную. Ну, вот действительно, в принципе, процесс познания Вселенной, он абсолютно истинно недоступен, потому что это бесконечность. А процесс познания, это истинный процесс приближения вот к этой бесконечности, который, в принципе, вполне доступен, если, в принципе, то, что Вселенная, ну и совсем уже последние слова, поскольку был вопрос. Вот Вселенная расширяется, становится такой вот, как бы совсем густой может стать, а может, наоборот, в конце концов, схлопнуться и стать сверхуотной, и все вернется к большому взрыву, и так далее. Вы знаете, я, честно говоря, всегда был, ну, не то, чтобы альтеристом, так сказать, не, и вот, не верующий человек, в том смысле, что наш мир патологически устал. Вот в тот самый начальный момент возникновения Вселенной плотность количества вещества вот в этом начальном шаре было таким, причем было и с точностью, то 10, то и самый 60, то и минус 60, истинный. Если бы мы изменили плотность Вселенной в начальный момент ее существования, в 60-м знаке после запятой, допустим, в сторону уменьшения этой плотности, вы знаете, что было бы сейчас в нашей Вселенной? Было бы примерно, я вот как-то занимался даже этим подсчетом, было бы 10 в 20-е частиц во всей Вселенной. Не 10 в 20-е, а 10 в 20-е. Это просто взять вот этот кусочек мебра и закрепить его по всей Вселенной. Вот так как, сколько бы было вещества в нашем Вселенной. Если бы в начальный момент плотность отличалась бы в 60-м знаке, если бы плотность в 60-м знаке отличалась бы в другую сторону, то Вселенная перестала бы существовать 10 миллиардов лет назад. Она бы склонилась. Она бы существовала несколько сотен тысяч лет, потом снова склонилась в точку. Поэтому, ну вопрос такой, кто же создал такую плотность, что мы с вами существуем и это обсуждаем? Ответ есть, вопрос, и ответ триггеральный. Если бы это было не так, мы бы с вами не обсуждали этого вопроса. Это не ответ, конечно, но тем не менее, показывает глупость некоторых вопросов. Задавать такой вопрос бессмысленно, поскольку так получилось, что мы с вами можем это обсуждать. Если бы было не так, мы бы этого не обсуждали просто. Вот на этом я сегодня заканчиваю. Ну и, наверное, уже я к вам больше не приеду, потому что, да, на физическом факультете, те из вас туда попадут, мы с вами с группой Суперцепса в третьемся на первом курсе, с группой Теоретика в третьемся на третьем курсе, ну а со всеми вами в третьемся на четвертом курсе. Спасибо большое.